Здравствуйте! Тема урока «Жизнь на Земле. Условия существования современного человека». Сегодня на уроке вы научитесь сравнивать и оценивать различные гипотезы о возникновении жизни на Земле, а также выявлять роль природной и социальной среды для человека. Вы уже знаете, что уникальность планеты Земля заключается в том, что именно на ней возникла жизнь, и этому способствовали размер, форма Земли, положение Земли в Солнечной системе, а также движение Земли. С древнейших времён исследователи пытались объяснить, как появилась жизнь на Земле. Так одни исследователи считали, что живое возникает из неживой материи. Например, мыши могут возникнуть из кучи тряпок. Это были сторонники абиогенеза. Абио означает отрицание жизни, генезис – развитие, то есть развитие живого из неживого. В то время как другие исследователи считали, что всё живое возникает из живого. Это были сторонники биогенеза. Био в переводе означает «живое», развитие живого из живого. Таким образом, сложились две противоположные теории – теория абиогенеза и теория биогенеза. Однако они основывались на гипотезах о возникновении жизни. Давайте рассмотрим основные гипотезы. Гипотеза креационизма происходит от латинского «creatio», что означает «сотворение». Сторонники этой гипотезы рассматривают возникновение жизни на Земле как акт Творца, воля Бога. Они считали, что всё живое на Земле было сотворено высшей силой – силой Творца. Эту гипотезу можно принять на веру, однако эту гипотезу нельзя экспериментально проверить или опровергнуть. Другой гипотезой явилась гипотеза панспермии. Ещё в V веке до н.э. древнегреческий философ и астроном Анаксагор выдвинул идею о том, что зародыши жизни были занесены на Землю метеоритами или космической пылью. Гораздо позже немецкий химик Юстас Лебих выдвинул и сформулировал гипотезу панспермии, согласно которой жизнь переносится с планеты на планету метеоритами. Он считал, что зародыши жизни, попадая на новую планету и найдя благоприятные условия, размножаются и дают начало новым формам жизни. Гипотеза стационарного состояния. Стационарное состояние означает неизменность или постоянство. Это были сторонники вечной жизни. Они считали, что жизнь на Земле существует вечно, виды растений и животных существуют всегда. Однако эту гипотезу также нельзя экспериментально проверить или опровергнуть. Одной из гипотез, вызывавших большой спор среди исследователей, была гипотеза самопроизвольного зарождения жизни, согласно которой живое может возникнуть из неживой материи. Так считали, что, например, рыбы могут возникнуть из ила, а вот мыши могут возникнуть из кучи тряпок. Как вы думаете, насколько вы считаете эту гипотезу верной? Эта гипотеза была опровергнута экспериментальным путём, а именно опытами итальянского учёного Франческо Рэдди. Давайте рассмотрим опыты Франческо Рэдди. Франческо Рэдди располагал кусочки мяса в сосуды. Однако, одни сосуды он закрывал марлей, а другие сосуды оставлял открытыми. Спустя время он обнаружил, что в сосудах, которые оставались открытыми, появились белые личинки мух, в то время как в сосудах закрытых этого не обнаруживалось. Как вы думаете, в чём причина этого? Я думаю, вы догадались, что причина в том, что мухи могли залетать в открытые сосуды и откладывать яйца, из которых развивались личинки. Таким образом, опыт Франческо Рэдди доказал невозможность самозарождения жизни. Таким образом, это был первый шаг в опровержении гипотезы о самозарождении жизни. Однако, споры о самозарождении жизни продолжались, и особенно не усилились к XIX веку. Французская академия поставила перед исследователями задачу разрешить вопрос о самозарождении жизни. Одним из учёных, кому удалось решить этот вопрос, был Луи Пастер. По требованиям исследователей того времени, нельзя было проводить эксперименты в плотно закупоренных сосудах или запаянных, так как считалось, что для самозарождения жизни нужен воздух. Задача была сложной. Однако, Луи Пастер смог решить эту задачу. Для этого он использовал колбу с узкой тонкой трубочкой, изогнутой, в которую он наливал питательную среду или бульон. Затем кипятил бульон, чтобы уничтожить микроорганизмы, и оставлял на некоторое время. Бульон не портился. Но как только колбу наклоняли таким образом, чтобы бульон омывал вот это колено, бульон начинал портиться. Как вы думаете, в чём причина? А причина была в том, что микроорганизмы попадали вот в это колено, но не могли попасть в бульон. При наклоне колбы микроорганизмы оказывались в бульоне, и бульон начинал портиться. Таким образом, Луи Пастеру удалось доказать, что всё живое из живого. Таким образом, была доказана экспериментальным путём невозможность самозарождения жизни. Общепринятой научной гипотезой о возникновении жизни на Земле является гипотеза Александра Ивановича Апарина, согласно которой жизнь возникла в условиях Древней Земли. В условиях Древней Земли на Земле происходили извержения вулканов, разряды в атмосфере. Всё это приводило к формированию древней атмосферы. А также, согласно этой гипотезе, процесс возникновения жизни является естественным процессом построения молекул, присущих живым организмам, и только затем образования различных форм жизни. А сейчас задание. Установите соответствие между характеристиками гипотез и их названиями. Готовы? Жизнь переносится с планеты на планету метеоритами. Какая это гипотеза? Верно, это гипотеза панспермии. Всё живое из живого. Верно, это теория биогенеза. Жизнь создана высшей силой творцом. Согласно какой гипотезе? Верно, гипотеза креационизма. Современная научная гипотеза называется... Подумайте. Да, это гипотеза опарина. Живое возникает из неживой материи. Согласно какой гипотезе? Это согласно гипотезе самозарождения. Таким образом, экспериментально было доказано, что всё живое из живого и научной теорией, объясняющей происхождение жизни на Земле, является гипотеза опарина. Давайте рассмотрим условия существования современного человека. На данном рисунке мы видим древних людей и современных людей. Давайте сравним и определим условия существования древнего человека и условия существования современного человека. Чем они отличаются? Жизнь древних людей была полна опасностей. Им приходилось приспосабливаться к изменяющимся условиям среды. То есть на жизнь древних людей большое влияние оказывала природная среда. Труд древних людей был тяжёлый и кропотливый. Им приходилось прилагать много усилий для выживания. Условия жизни современного человека значительно изменились. Человек научился обеспечивать свою безопасность, находить средства для жизни. Однако в жизни человека большую роль играет искусственная среда. То есть среда, созданная самим человеком. К ним относятся города, деревни, сады, парки и так далее. Но большую роль в жизни человека играет социальная среда. Социальная среда – это среда, которая связана взаимодействием в обществе, взаимоотношениями между людьми. А сейчас задание номер два. Определите среду человека. Какая среда оказывала наибольшее влияние на жизнь древнего человека? Я думаю, вы верно ответили. Конечно же, это природная среда. А теперь подумайте, какая среда оказывает наибольшее влияние на жизнь современного человека. Верно, это социальная среда, то есть взаимоотношения в обществе. А сейчас определите по рисунку, какая среда изображена на данном рисунке. Верно, это искусственная среда, среда, созданная человеком. Подведем итоги урока. Сегодня на уроке вы узнали, что существуют две противоположные точки зрения о возникновении жизни на Земле. Подумайте, какие это точки зрения? Это теория о биогенезе и биогенезе. Также мы узнали, что экспериментальным путем было доказано, что... Подумайте, что было доказано экспериментальным путем? Экспериментальным путем было доказано, что все живое только из живого. Жизнь на Земле возникла естественным путем образования молекул жизни и развития различных форм жизни. Какая это гипотеза? Подумайте. Верно, гипотеза опарина. Окружающая человека среда включает, кроме факторов природной среды. Подумайте, какие еще факторы включает? Верно, кроме факторов природной среды и искусственную, и социальную среды. На этом наш урок окончен. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...